добрый день дорогие друзья сегодня я расскажу вам об исчезновении святого причастия в евангелии от иоанна сказано истинно истинно говорю вам если не будете есть плоти сына человеческого и пить крови иго то не будете иметь в себе жизни идущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную и я воскрешу иго в последний день ибо плоть моя истинно есть пища и кровь моя истинно есть питье идущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне и я в нем и так причастие это таинство помогающие верующему соединиться с богом и чистить душу от грехов и обрести вечную жизнь к таинству допускаются только крещеные православные христиане перед причастием лучше всего сходить на исповедь без этого причащаются только дети до семи лет в одной деревушке на греческом острове лера с около 30 лет назад произошел удивительный случай о котором рассказал нам отошедший к господу в 2010 году эрей христофор называемый местными жителями папа христос услышав его рассказ невозможно не склонить голову перед безграничной любовью господа нашего иисуса христа к нам грешным было солнечное субботнее утро я отслужил литургию и готовился потребить оставшиеся святые дары в алтаре вдруг я услышал что меня кто-то зовет у боковой двери стоял сын нашего соседа юноша костас он тяжело дышал и был весь мокрый было видно что он бежал в храм со всех ног он сказал папа христос помогите кажется мой отец умирает он просит чтобы вы исповедали и причастили его мой лоб покрылся испаренный отец этого юноши был самым странным самым скандальным и самым гнусным человеком в деревне не было семьи с которой он не был бы в ссоре он никогда не переступал порог церкви не ходил на похороны свадьбы или крещения я осенил себя крестным знамением взял святые дары и последовал за его сыном восприимив его просьбу как призыв божий дом соседа находился совсем рядом метрах в сорока от входа в храм когда мы с молодым человеком вошли в дом умирающего дяди яннеса я поставил святой потир где еще оставалось немного святых даров на тумбочку рядом с его кроватью я сразу сказал дядя яннес чтобы тебя причастить я должен сначала исповедовать тебя и прочитать над тобой разрешительную молитву хочешь ли ты исповедоваться хочу воскликнул больной я накрыл его и петро хилю и он рассказал мне тяготившие его грехи я прочитал разрешительную молитву и взял чашу чтобы преподать ему святое причастие но она была совершенно пуста у меня перехватила дух от волнения я сказал больному не могу понять что случилось чаша совершенно пуста а ведь там еще оставалось немного святых даров после литургии я сейчас сбегаю в храм за дароносицей и причащу вас запасными дарами услышав мои слова умирающий зарыдал батюшка это из-за меня христос забрал причастие из чаши все что я рассказал это полная ерунда мне было стыдно сказать тебе свои настоящие грехи ведь и не такие тяжелые но теперь я расскажу тебе чем я согрешил на самом деле ничего не скрывая и больной со слезами приступил к исповеди после этого я снова прочитал над ним разрешительную молитву и попросил подождать пока я схожу в храм и вернусь обратно с дарами идите батюшка я вас очень жду я взял в руки святой потир чтобы унести иго в алтарь заглянул внутрь и меня охватил трепет внутри лежала одна частица святых даров я перекрестился и немедленно причастил умирающего когда он проглотил святые дары иго лицо просияло и приняло такое мирное выражение которого у него никогда не бывало в жизни он закрыл глаза и предал свой дух господу у меня на глазах вспоминая это событие я всегда прославляю христа и думаю о том с какой великой премудростью деликатностью и любовью он простил нашего дядюшку янниса и направил иго к спасению да приимет иго в своих небесных обителях господь вечная ему память не будем терять надежду и отчаиваться в своем спасении даже если мы самые грешные люди в мире дай бог чтобы мы все обрели настоящее покаяние и сподобились рая принеся искреннюю и смиренную исповедь в своих грехах аминь на этом на сегодня все если вам не понравился рассказ или вы не верите в бога а думаете что люди произошли от обезьян ставьте дизлайк а если вы человек верующий и вам понравился рассказ ставьте лайк жмите на колокольчик и подписывайтесь на канал это очень поможет продвижению канала верьте в бога и уповайте на него и бог вас никогда не оставит храни вас бог